Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Максим, я специалист по озеленению. Рад приветствовать вас на канале компании Альтфлора. Мы продолжаем серию обзоров на средства защиты растений от болезней и сегодня хочу рассказать о старом добром и хорошо известном большинство садоводов средстве под названием бордовская смесь, а также его современных аналогов по сути бордовской смеси в готовой форме это бордовская жидкость и индиго бордовская. Классическая бордовская смесь представляет из себя водорастворимый порошок а по сути два водорастворимых порошка в одной упаковке это сульфат меди он же медный купорос содержащий 960 грамм на килограмм действующего вещества и гидроксид кальция он же известь содержащие 900 грамм на килограмм действующего вещества эти препараты нужно развести в воде по определенным правилам а затем смешать и тогда будет уже готовой к использованию бордовская смесь. Продается бордовская смесь под разными брендами но чаще всего в магазинах московского региона встречается смесь от green belt, intavir и вырастайка в пакетах массой 100 грамм и 200 грамм. Компания август также предлагает уже готовый водно-суспензионный концентрат бордовская жидкость содержащий 172 грамма на литр трех основного сульфата меди во флаконах на 100 и 500 миллилитров. А октябрино-апрелевно предлагает концентрат суспензии индиго бордовская содержащий 345 грамм на литр того же действующего вещества во флаконах на 50 и 250 миллилитров. Интересно, что впервые смесь медного купороса и извести появилась в середине 19 века во Франции и использовалась не в качестве средства от болезней, а в качестве средства от воришек. Дело в том, что после обработки этой смесью на ягоде оставался налет похожий на плесень и это позволяло сохранить урожай от воровства. Только позднее один ученый-ботаник заметил, что обработанные таким образом ягоды не гниют и доказал, что угнетающее воздействие на гнилостный грибок оказывает именно медь, содержащаяся в препарате, после чего бордовская смесь стала активно использоваться для защиты растений от болезней по всему миру. Название же свое она получила от французской провинции Бордо, где изначально очень активно использовалась. С тех пор прошло уже почти полтора века, но многие специалисты до сих пор рекомендуют бордовскую смесь в качестве надежного, хорошо проверенного и эффективного средства для лечения и профилактики различных заболеваний на самых разнообразных культурах. Остается разобраться в чем же секрет. Начать, пожалуй, стоит с ее возможностей. Бордовская смесь, как классический медь, содержащий фунгицид, в той или иной степени способна подавлять практически все грибковые заболевания, а также ряд бактериальных болезней. Кроме того, за счет репеллентного эффекта она способна отпугивать от растений некоторых уредителей. Второе преимущество бордовской смеси – это ее очень высокая устойчивость к дождю, а значит хорошая продолжительность защитного действия. В среднем считается, что бордовская смесь способна защищать растения от болезни в течение целого месяца. Правда, это сильно зависит от погодных условий. Обычно этот период короче. Тем не менее, бордовская смесь является рекордсменом среди всех медь, содержащих фунгицидов по продолжительности защитного действия. Она несколько превосходит по этому показателю ХОМ и Абига ПИК, а также медь, содержащие препараты с какими-то дополнительными фунгицидными компонентами. Ну и конечно же сильно превосходит медный купорос, который смывает, может смываться практически первым же сильным дождем. Третий плюс бордовской смеси состоит в том, что она эффективна в широком диапазоне температур и хорошо работает при температурах от нуля до плюс 35 градусов. Четвертый плюс бордовской смеси в том, что содержащаяся в ней известь нейтрализует кислотность, за счет чего обеспечиваются относительно хорошие показатели по безопасности бордовской смеси. В этом отношении она сильно превосходит медный купорос и обрабатывать ей растения без вреда для них, без фитотоксичности, можно не только весной и осенью как медным купоросом, но и в течение всего вегетационного периода. Правда, назвать бордовскую смесь абсолютно не фитотоксичной нельзя. Есть масса всяких оговорок, которые зависят от погодных условий, от вида растений, от сорта и так далее, о которых я расскажу позже. Пятый плюс. Как и все прочие медь содержащие препараты, бордовская смесь не вызывает резистентности, то есть привыкания у возбудителей болезней. Шестое достоинство это малая опасность бордовской смеси для пчел, поскольку, как я уже говорил, она обладает репеллентным эффектом и после обработки на какое-то время отпугивает насекомых. Таким образом, вреда пчелам и другим опылителям бордовская смесь не наносит. К седьмому достоинству бордовской смеси можно отнести ее высокую популярность у противников химических средств защиты растений, так как у них она считается достаточно безопасной, экологичной и экономичной. На самом деле, это все, конечно, несколько иначе. И к биологическим средствам защиты бордовскую смесь причислить нельзя. Но, тем не менее, у садоводов сложилось о ней такое мнение. Восьмой, безусловный плюс бордовской смеси это ее хорошая доступность. Благодаря популярности у садоводов и хорошей проверенности, испытанности, этот препарат можно приобрести практически в любом садовом магазине. Купить его не составляет никакой сложности. Ну, и последним плюсом бордовской смеси можно назвать тот факт, что многим садоводам очень нравится, как выглядят деревья и кустарники после обработки бордовской смесью. Не зря этот процесс называют многие голубым опрыскиванием. Особенно яркую голубую окраску приобретают деревья и кустарники, их кора, если обрабатывать ее трехпроцентным раствором бордовской смеси по побеленным стволам деревьев, например. Теперь поговорим о основных недостатках бордовской смеси. Они, как правило, являются, многие из них, обратной стороной ее достоинств. Главным недостатком бордовской смеси смело можно назвать сложность приготовления рабочего раствора. Особенно на фоне современных фунгицидов, которым достаточно просто бывает добавить воды и можно уже использовать. Причем от того, насколько качественно вы приготовите бордовскую смесь, зависит во многом ее эффективность и безопасность. На первом этапе приготовления бордовской смеси нужно развести в воде медный купорос. Здесь сразу же возникает несколько правил и ограничений. Во-первых, медный купорос плохо растворяется в холодной воде, поэтому желательно разводить его в теплой воде или даже горячей, но считается, что оптимальная температура воды до плюс 50 градусов. При этом нельзя использовать металлическую тару, только пластиковую или стеклянную, так как с металлической тарой медный купорос вступает в реакцию. Следующим шагом разводим известь уже в 2-3 литрах уже не горячей воды. Горячая вода для этого не подойдет. И таким образом, тщательно помешивая известь с водой, мы получим такую белую жидкость, которая будет называться известковое молочко. Далее приготовленные растворы медного купороса и извести. Известковое молочко доводим, доливая холодной водой до объема 5 литров. Затем известковое молочко нужно обязательно отфильтровать через 2-3 слоя марли желательно. Это сделать, чтобы избавиться от какого-то осадка. Обычно известь до конца полностью с водой не перемешиваются. Далее тонкой струйкой при постоянном помешивании нужно аккуратно влить известковое молочко в приготовленный раствор медного купороса. В итоге должен получиться рабочий раствор небесно-голубого цвета. Но это, к сожалению, еще не все. После того, как рабочий раствор готов, его необходимо проверить на кислотность. Сделать это можно либо с помощью лакмусовой бумажки, либо с помощью стального гвоздя или медной проволочки. Лакмусовую бумажку, соответственно, погружаем в раствор. Гвоздь или проволочку на 2-3 минуты погружаем в раствор. Если лакмусовая бумажка показала нейтральную реакцию, а гвоздь или проволока не изменили своего цвета, значит раствор приготовлен правильно и его можно использовать. Если же лакмусовая бумажка показала, допустим, кислую реакцию, а на гвозде или проволоке остался такой красноватый осадок, это означает, что раствор получился кислый и нужно долить еще из вискового молочка какое-то количество до тех пор, пока реакция не станет нейтральной. Только после этого можно использовать бордовскую смесь. Нужно отметить, что любые нарушения при приготовлении рабочей жидкости из бордовской смеси чреваты неприятностями. Не доведете реакцию раствора до нейтральной, можете вызвать ожоги у растений. Переборщите с известью, раствор станет малоэффективным. Плохо перемешаете рабочие растворы, они будут плохо удерживаться на растениях из-за укропнения кристаллов. Разведете рабочий раствор водой уже после того, как смешали медный купорос и известковое молочко, раствор начнет расслаиваться и опять же эффективность снизится. В общем, шаг влево, шаг вправо – расстрел. Поэтому, как я уже говорил, это очень существенный недостаток то, что приготовить бордовскую смесь сложно. Конечно, практически полностью решить эту проблему позволяет использование вместо бордовской смеси уже готовой бордовской жидкости или индиго-бордовской. Но обработка этими препаратами выйдет несколько дороже, к тому же все-таки они не являются абсолютными аналогами бордовской смеси. Второй недостаток бордовской смеси – это, к сожалению, более низкая эффективность в сравнении с многими другими фунгицидами. Да, бордовская смесь, конечно, действует по широкому ряду возбудителей болезней, в том числе и отчасти бактериальных болезней помогает. Но действует она, так сказать, по чуть-чуть и эффективно бывает не против всего. Эффективность от многих болезней очень низкая. Так, например, бордовская смесь считается практически неэффективной против большинства настоящих мучнистых роз, в том числе аидиума, винограда, а также против перроноспороза некоторых цветов, таких как питунья, табак и другие. К тому же из-за отсутствия окисляющего эффекта бордовская смесь менее эффективна, чем тот же медный купороз. Это, так сказать, обратная плата за ее меньшую фитотоксичность по сравнению с медным купорозом. Третий существенный недостаток бордовской смеси – это наличие у нее фитотоксичности. Да, по сравнению с медным купорозом, как я уже сказал, она не такая опасная для растений. Но все же при определенных условиях, либо при неправильном приготовлении той же бордовской смеси, либо в определенных погодных условиях, например, в жару, при высокой влажности, обилии осадков, а также на некоторых чувствительных к меди сортах и видах растений, на старых больных каких-то растениях она может вызывать различные неприятности фитотоксичные. Это и ожоги листьев, и сеточка на плодах, и уменьшение плодов, например, у черешни, правда, они при этом становятся слаще и может приводить даже к раннему листопаду и угнетению растений. Да, как я уже сказал, явления эти нечастые, но тем не менее они случаются и с ними нужно считаться. К тому же известно, что бордовская смесь подсушивает кору, что вызывает снижение приживаемости прививок, выполненных способом окулировки. Четвертый существенный недостаток бордовской смеси – это ее очень плохая баковая совместимость. Практически ни с одним другим фунгицидом и инсектицидом бордовская смесь несовместима. Причем до такой степени, что она несовместима не только в бачке опрыскивателя, но и на деревьях. Если проводить обработку большинством фунгицидов и инсектицидов сразу после обработки бордовской смесью, то оставшийся на коре этот осадок от бордовской смеси может снижать эффективность последующих обработок. Поэтому желательно делать небольшой перерыв хотя бы в несколько дней между обработками бордовской смесью и другими фунгицидами и инсектицидами. Пятый недостаток заключается в том, что бордовская смесь вовсе не так безопасна, как принято это считать. Во-первых, она раздражает слизистые оболочки глаз и рта, поэтому опрыскивание бордовской смеси желательно проводить в маске или респираторе. Во-вторых, бордовская смесь оставляет на плодах ядовитый осадок, ядовитый для людей и животных, поэтому опрыскивать ей нужно томаты как минимум за 8 дней до сбора урожая, плодовые деревья минимум за 15 дней, овощи за 20 дней, а ягоды за 25 дней до сбора урожая. В-третьих, частые обработки бордовской смесью провоцируют накопление меди в почвах, что негативно сказывается на численности полезных дождевых червей и другой почвенной микрофлоры. Для нашего Подмосковья, средней полосы России, эта проблема не очень актуальна, поскольку медь быстро вымывается в нижние слои почвы, а вот для засушливых регионов эта проблема весьма существенна. Шестой недостаток бордовской смеси – это исключительно контактное ее действие. В растение она не проникает и работает только там, куда попало. Поэтому обработки бордовской смеси должны быть тщательные, так, чтобы препарат попал на все растение, на верхнюю, на нижнюю сторону листа, на все участки кары. Куда он не попадет, там он не подействует. Последний минус бордовской смеси, который я бы хотел отметить – это ее неэкономичность. Да, если вы проводите всего однократную обработку бордовской смесью, то получается это достаточно выгодно, недорого, в сравнении с современными фунгицидами, особенно с биопрепаратами. Но если вы планируете защищать сад исключительно с помощью бордовской смеси, то вам может потребоваться до семи обработок, а это уже выйдет очень накладно. Защита современными фунгицидами и даже биопрепаратами будет гораздо менее затратна, чем вот такая вот защита бордовской смеси. Регламент применения бордовской смеси предусматривает использование 3% раствора для проведения ранневесенних обработок плодовых деревьев и кустарников, винограда и клематиса, и 1% раствора для обработок поздней весной и летом всех культур. Расход рабочего раствора составляет от 6 до 25 литров на сотку. Кратность обработок от 1 до 7 раз за сезон. Бордовская жидкость используется на плодовых деревьях и кустарниках в концентрациях 100 и 250 мл на 10 л воды. Кратность обработок 3-4 раза за сезон, с интервалом между обработками не менее недели. Расход рабочего раствора 2-5 литров на дерево или 1-1,5 литра на куст. Индига бордовская можно опрыскивать 4 раза за сезон, с интервалом между обработками от 7 до 10 дней. Расход по 10 литров рабочего раствора на сотку. Для обработки деревьев в 10 л воды разводят 30-50 мл раствора индига бордовская, а для обработки винограда 40-60 мл. Срок хранения всех рассмотренных препаратов составляет 2 года. Однако препараты в жидкой форме оставлять на даче на зиму нельзя замерзнуть и испортиться. Подведу итоги. Бордовская смесь – эффективный, проверенный десятилетиями надежный препарат от болезней, но, к сожалению, которая отличается от прочих медсодержащих препаратов очень продолжительным защитным действием. Но, к сожалению, есть у смеси масса недостатков. Прежде всего, это сложность приготовления рабочего раствора, неэкономичность при частом использовании, недостаточная эффективность. Поэтому лично я делать ставку в защите растений исключительно на бордовскую смесь не советую. Мы сами в своей практике обычно используем бордовскую смесь исключительно для ранневесенних обработок в более поздний период, когда обрабатывать медным купоросом уже нельзя, или когда хочется дополнить профилактическую обработку медным купоросом еще одной более поздней обработкой. Используем только в этих случаях. В остальных же для ранневесенней и позднеосенней обработки мы предпочитаем использовать вместо бордовской смеси медный купорос, так как он более эффективен от различных заболеваний. А на более поздних периодах, поздней весной и в начале лета мы пользуемся либо другими более безопасными и удобными в использовании медсодержащими препаратами, такими как, например, ХОМ и Абигопик, либо уже какими-то современными контактными и системными фунгицидами. При этом я, конечно, не настаиваю, что не стоит использовать бордовскую, не настаиваю на нашей схеме использования бордовской смеси. Если хотите защищать сад только с ее помощью и опрыскивать его семь раз за сезон бордовской смесью, можете поступать и так. Только обратите внимание на все эти недостатки и нюансы, о которых я рассказал ранее. На этом сегодня все. Надеюсь, мой рассказ был для вас интересен. Я смог привлечь что-то новое об этом широко известном препарате. Ставьте лайки или дизлайки. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. До новых встреч. Пока.